Зелёная альтернатива На деле же эта несправедливость не имеет никакого логического обоснования. Как оказалось, неутешительный вывод об экологической ситуации в Сыктывкаре зелёная альтернатива сделала, основываясь на слухах. Мол, некоторые активисты республики, с которыми комитет постоянно поддерживает связь, регулярно жалуются на загрязнение окружающей среды в Коми. Однако на вопрос, кто эти люди и откуда, руководство альтернативы не отвечает. У нас есть в том числе и активисты в республике, которые скоро будут появиться у вас в публичном поле. Есть и друзья, знакомые. И, соответственно, по такому сарафанному радио обзванивали людей. То есть они рекомендовали кого-то, кто может на что-то пожаловаться. Особо настораживает и факт, что неизвестные активисты проживают не только в самом Сыктывкаре, но и по всему региону. А раз жалобы поступали, как выясняется, с разных концов Коми, то почему ярлык «Город-Ад» заслужила именно столица? Впрочем, ответить на этот вопрос руководитель оргкомитета все-таки смог. Мы не только о городе, мы о республике в целом. И проблемы экологии на самом деле касаются любого из нас. Есть в республике, ну а это нефтедобывающий регион, там существуют разливы нефти. К сожалению, добыча всех углеводородов, она не несет вообще ничего хорошего в области экологии. Однако не стоит забывать, что именно от нефтедобывающей промышленности напрямую зависит развитие и, как результат, благополучие региона. В Коми сегодня действуют более 150 месторождений углеводородного сырья, 83 из которых по добыче нефти и газа. Впрочем, работа по охране окружающей среды в республике имеет не меньший приоритет. У нас почти весь общественный транспорт теперь на природном газе работает, на метане. По запаху даже улучшилась ситуация. То есть, когда ходишь, как обычный пешеход, смотришь, нюхаешь, нормально. Нет такого, как в других городах, регионах. У нас нет, например, режима черного неба, как в Красноярске, от угольной промышленности и от того, что там топят на угле в основном. У нас та же котельная центральная в Сыкт-Петербурге работает на газу. Потом у нас по легким планетам тоже все хорошо, по лесам. У нас республика лесная, и по лесовосстановлению тоже проводится довольно много работ. Так, в прошлом году в Коме было восстановлено почти 90% вырубленного леса. К постройке готовится и третий по счету лесопитомник. Что касается нефтеразливов, у нас, как у нефтедобывающего региона, они, конечно, есть. Однако масштабы их, по оценкам специалистов, невелики. Постоянный контроль и замена нефтяных сооружений – лучший способ их минимизации. Эти производства занимаются очищением экологии, все-таки оптимизацией своих производств. Они сейчас прям массово вкладываются. И ТЭЦ, и экономная энергия, и тому подобное. То есть они пытаются это все оптимизировать. И вот так вот кричать, что город – ад. Ладно бы, если ничего не делалось, и никаких движений навстречу не шло, это можно было бы. А делается в Коме немало. Так, Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды регулярно следит за качеством воздуха в регионе. По результатам уровень загрязненности низкий. Большой шаг республика сделала и в развитии утилизации мусора. Раздельный сбор отходов уже в 13 муниципалитетах Коме. В столице вовсю перерабатывается пластик. Из него делают строительную плитку. По данным Федеральной общественной организации «Зеленый патруль», Коме уже не первый год входит в десятку самых экологически чистых регионов страны. Было немного обидно нам за город Сыктывкар, что устанавливают такие таблички. Поэтому я не считаю у нас город Сыктывкар – город ад. Поэтому я не знаю, какую цель преследовали активисты. Может быть, привлечь внимание к определенным вопросам. Но тогда им надо озвучивать эти вопросы, а не только развешивать таблички. Плакат «Город ад» появился не только у нас. Неприятный статус активисты «Зеленой альтернативы» присвоили еще Красноярску, Челябинску, Липецку, Воскресенску и Люберцам. Любопытно, что руководство «Зеленых» саму акцию приравнивает к некому перформансу. Впрочем, он для комитета сейчас, если подумать, весьма необходим. «Зеленая альтернатива» активно работает над переходом в статус политической партии. Главная задача которой будет, судя по предварительной программе, привлечение внимания к проблемам экологии. Как долго плакат «Город ад» встречал въезжающих в город, неизвестно. Кто его снял, тоже непонятно. Хотя одно все-таки ясно. В отличие от действий «Зеленой альтернативы», демонтаж плаката «Город ад» был справедлив.